Иерей Олег Мумриков Преподаватель Московской Духовной Академии Кандидат Богословия Уважаемые коллеги, тема моего доклада обусловлена двумя соображениями. Во-первых, мы должны четко представлять, что современная апологетика должна развиваться в русле святоотеческого предания. С другой стороны, этот тезис воспринимается достаточно неверно. Как будто бы опираясь на высказывания отцов, мы можем опровергать или поддерживать те или иные современные естественно-научные концепции. Мы встречаем иногда апологетические брошюры, книги, где цитатами из отцов пытаются входить в диалог с современным естествознанием. Наша задача, на самом деле, гораздо глубже и тоньше. Не отвергая научной методологии, фактологии и теоретической базы, предложить их целостное богословское осмысление, опираясь на живой святоотеческий опыт богопознания, которые заключены в единстве веры и в единстве воцерковленного разума. И в этом смысле богословие преподобного Максима Исповедника является неиссякавым источником, питающим и современную естественно-научную апологетику в том числе. Его учение о логосах и тропосах – это важная составляющая наследия святого отца, может быть применена в настоящее время в апологетике. Напомню, что философские термины античности в их взаимосвязи «логос» и «тропос» используются уже отцами-каппадокийцами, в частности, с цитилем Василием Великим, для построения формул тринитарного богословия, когда речь шла об образе предвечного рождения и насущного сына от отца, для определения постасных свойств, а также в христологии и в антропологии, для объяснения образа, то есть тропоса, бессеменного рождения Иисуса и появления из небытия Адама, Евы и всех их потомков. Именно поэтому, несмотря на различие происхождения и образ бытия, все люди имеют сродство и с прародителями, и с Иисусом Христом. Оно заключается в единстве логоса человеческой природы. Преподобный Максим творчески воспроизводит эти подходы в своих догматических и полемических сочинениях по различным аспектам христологических споров. Становление терминов логос и тропос наглядно прослеживается в ранних амбитвах. Божественные мысли воления, логосы, всех тварей от вечности существовали в Боге. Любая вещь в божественном замысле уже реальна, но она до тех пор не действенна с нашей временной точки зрения, пока не облеклась в вещественные формы. Для преподобного Максима логос природы содержит одновременно весь ее состав, все элементы, принадлежащие сущности. Логос природы, неразрывно связанный с божественным планом смотрения, предполагает сущностный состав. Понятие же тропос, как образ действия, движения и становления этой природы, включает в себя динамику. Для этой динамики характерна сатериологическая устремленность, что доказывает примеры из Ветхого Завета, история патриархов, повествования об исходе Израиля из Египта и так далее. Везде преподобный Максим видит целый ряд чудес и знамений, свидетельствующих о том, что Господь не вторгается в природу своих творений, не изменяет их, но изменяется лишь образ существования той или иной природы и способ управления ею, ее поведение или управление, или образ действия, тропос. Вот эти важные положения, которые я кратко озвучил, они и являются той плодотворной почвой, на которую можно строить современную православную естественно-научную апологетику. Доклад большой, поэтому я его сильно сократил, буду краток, перечислю лишь основные направления. Подробнее с применением тех или иных положений можно познакомиться со статьями, которые я публиковал на портале Богослов.ру и, так сказать, в некоторых других источниках. В первую очередь, конечно, актуальный вопрос — это соотнесение повествования Шестоднева с научной картиной мира. Это одна из центральных проблем современной апологетики. На основе богословия преподобного Максима, может быть предложена экзогетическая модель прочтения Шестоднева как словесные иконы, в отличие от упрощенческих подходов, например, визионерского, где не отвергается и буквально историческое, и христологическое, и типологическое толкование, но также эта модель не вступает в противоречие с данными современной науки. Дело в том, что, исходя из богословия преподобного Максима, мы можем предположить, что пророк-боговидец Моисей в первую очередь созерцал логосы тварей на горе Синае. Они ему были открыты, и он, как предстоящий потом творцу на горе Фаворе, фактически свидетельствует не столько о геологической или космологической истории творения, сколько о том замысле Божьем, который вложен в мироздание. Поэтому и нет противоречий с тем, что Земля хороша весьма, и с тем, что мы наблюдаем в настоящее время. Изменяется тропа существования мира в зависимости от свободного выбора человека. Поэтому те законы, которые действуют, скажем так, в одном тропостном бытии, они неприменимы к совершенно другому крайскому состоянию мироздания до грехопадения. Как пишет преподобный Максим Исповедник, «Бесы делят себе по частям видимую тварь, состоящую из четырех стихий, приготовляя назрить ее только чувством для возбуждения страсти, не ведая содержащихся в ней божественных логосов». Это вопрос ответа к Фаласио. Поэтому, по сути, человек созерцает в настоящее время, с точки зрения науки, мир, как бы находясь в помышлениях плоских, не, собственно, замечая тех божественных логосов, которые скрыты за материальным творением. Это касается и истории мироздания. Это касается также и толкования кожаных рис, о чем тоже очень долго можно говорить. Богословие преподобного Максима Исповедника может быть применено и там, где мы говорим о случайности, индотерминизме с точки зрения философских вопросов естествознания. То есть речь идет именно о развитии материи. Естествоиспытатель наблюдает ее как развивающуюся материю, как спонтанный процесс, который построен на случайностях. В то же время мы всегда можем говорить, исходя из богословия преподобного Максима Исповедника, о том, что за этой случайностью стоит замысел. Те божественные логосы, которые, конечно, наукой, как грубым инструментом, не могут быть исследованы. Псалом 103, 32 стих. «Позирает Господь на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся». Вот горы дымятся, и земля трясется, это исследует наука. А то, как Господь прикасается, это, конечно, ненаучный способ постижения истории мироздания. В современных концепциях развития, в синергетике часто говорят об информации, но ведь информация, как смыслы, по сути укоренена тоже в области божественных логосов, ибо ты все создал мерой, числом и весом. Учитывая, что христианская антропология органично вытекает из христологии, с позиции богословия преподобного Максима Исповедника возможно и более углубленное осмысление известного космологического антропного принципа. Мы его называем антропным принципом, но, по сути, он может быть назван христологическим принципом, потому что преподобный Максим говорил о том, что боговоплощение как замысел предвечно было положено до создания всей твари. Я не буду цитировать длинные высказывания Святого Отца, сошлюсь на 60-й вопрос и за вопрос ответов к фаласию. То есть, таким образом, антропный принцип приобретает такое очень глубокое христологическое истолкование в богословии. Актуально учение о логосах и тропосах для христианской биоэтики в связи с очень таким волнующим и сложным вопросом, почему Господь должен идти на поводу у человека и одушевлять, давать жизнь тогда, когда она зачинается в каких-то, так сказать, беззаконных обстоятельствах или искусственным образом, например, в пробирке или при применении каких-то технологий. И вот здесь мы тоже на этот вопрос отвечаем с точки зрения богословия преподобного Максима. Дело в том, что есть логос, замысел о каждом человеке, как уже сегодня говорилось, а есть различные тропосы, в том числе тропосы попустительные и в некотором смысле они могут быть названы и искусственными, когда речь идет о, так сказать, каких-то технологиях, которые изобретает человек. Об этом подробно говорил Иван Климик на одном из семинаров по биоэтике, который проходил на кафедре богословия. Таким образом, вот мы отвечаем на этот сложный вопрос. Разумеется, это не означает богословского оправдания опытов, скажем, по клонированию, а лишь указывает на крайнюю степень уклонения злой человеческой воли от божественного замысла. Здесь можно отметить еще один важный для апологетики аспект. Как было сказано выше, по преподобному Максиму человек изначально не был подчинен закону скотского рождения от семени. В первоначальное намерение Божье не входило размножение человека примыщенным нам образом. Если человек был и создан, как мужчина и женщина, то лишь в предвидении падения. Таким образом, открытый отцам свыше логос, замысел об умножении людей, и тот тропос, который должен был существовать в раю, поражает своей невыводимостью из естественно наблюдаемого вокруг. Это ясно свидетельствует о несводимости человека к его материальной природе и о невыводимости христианства из натуралистического чувственного язычества. То есть, как, с точки зрения внешнего объяснения, отцы могли прийти к таким выводам, разумеется, объяснить невозможно. Можно говорить только о Бога откровенности и, следовательно, об истинности христианства. Наконец, богословие преподобного Максима исповедника становится востребован, когда речь идет о природе универсума, материи, пространства, времени. Как известно, сейчас существуют физические теории, которые объясняют структуру микромира, в частности, известная теория струн, направление математической физики, изучающие не точечные частицы, а одномерные протяженные геометрические объекты, квантовые струны, являющиеся частным случаем многомерных объектов, которые называются бранами. Теория основана на гипотезе, которая предполагает, что все фундаментальные частицы лишь порождение вот этих фундаментальных струн. Таким образом, мы, фактически, объясняя строение материи, входим, опять-таки, в область геометрии и математики. Один из физиков, Пол Дэвис, утверждает, есть глубокие основания предполагать, что вся Вселенная, включая, по-видимому, твердое вещество, воспринимаемое нашими органами чувств, это всего лишь проявление извилистого ничто. Мир в конечном итоге окажется слепком абсолютной пустоты, самоорганизованным вакуумом. Геометрия здесь сыграла роль повивальной бабки науки. Теперь круг замыкается, поля взаимодействия получают объяснение на языке геометрии. Тем самым, в отличие от довольно распространенного мнения, Вселенная не обладает собственной субстанцией. Элементарные частицы — это не субстанция, а разные совокупности атомов. Эта точка зрения напоминает нам о дискуссии в ранней патристики, когда отцы христианской церкви, в частности, святой Афанасий, в противовес язычникам греков с их субстанциями, лежащими в основе мира, говорили о творении мира из ничего, в результате актов Бога. Современная квантовая физика, разумеется, ничего нам не говорит о том, чьи это акты и кто их порождает. Поэтому присутствующее в человеке стремление к поиску твердого, непоколебимого, неделимого, единого основания Вселенной в конечном итоге заставляет признавать присутствие такого основания не в материальном, а в идеальном, то есть в математических абстракциях, например, в этих струнах, о которых я говорил. Таким образом, бытие перед нами ставит в очередной раз вопрос о разуме с большой буквой, о божественном логосе, как личном творце и творческом принципе. Опять вспоминаются слова из Писания, «ты все создал меры числом и весом». Напомним, что число по преподобному Иоанну Дамаскину является последующим между нетварным и, собственно говоря, материальным. И здесь, собственно говоря, опираясь на учение преподобного Максима Исповедника, мы находим ответ. Весь мир как бы висит на божественных логосах, имея в них истинную свою сущность. Разумеется, эта сущность постигается уже не через естествознание, а через созерцание, через богословие. Строго говоря, в основе самых фундаментальных кирпичиков мироздания лежит как бы небытие, несущее, свободное от каких-то качеств и форм. Материя оказывается несводимой чувственной одеждой для тех логосов, нетварных вечных мыслевалений триединого Бога, которые были у него прежде сложения мира. Она вызвана Богом из небытия, поэтому и весь материальный мир, созданный из ничего, также не самобытен. Всякий раз, как только наш разум исследуя природу вещей, касается их подлежащего, самой сущности материи, ничего не находит, кроме ничто, так как истинной сущностью материального мира всех его элементов являются умопостигаемые, нетварные, божественные мыслеваления. Таким образом, мы видим, что богословие преподобного Максима, оно позволяет, не отвергая современных научных данных, которые в рамках теории и концепции ставят перед нами очень глубокие мировоззренческие и философские вопросы, их объяснять, осмыслять и давать целостный, непротиворечивый ответ. Спасибо за внимание.